Доброе утро, друзья! Вы никогда бы в жизни, наверное, не поверили, да я сам, собственно говоря, являюсь диким фанатом вот этой вот хрупкой девушки, женщины и заслуженной артистки некоторых южных республик Дианы Арбениной, что она возьмет и приедет в Ярославль с концертом 25 лет и даст нам интервью. Доброе утро! Доброе утро, доброе утро, доброе утро, страна! Творческие люди, мне кажется, в шесть утра не стоят. Я стою в шестьдесят. В шестьдесят стоят? Да, вожди. Антон, ты уже пишешь? Подожди как-то вот этот вот момент отметить, что есть люди, оказывается. Просто кто-то там не приезжал, что... У нас там, ну, не знаю, Михаил Шуфутинский, там, Лобода, там, Звери, они все говорят, что прямо мы все начнем. Ну, может, у них уже взрослые дети, у меня маленькие, восемь лет. Восемь лет ведь, да? Артем и Март. И Март. Уже есть какие-то планы кем? Кем? Да. У меня нет планов, пусть у них будут планы. Им же ту жизнь делать. Ну, все же хотят. Либо по своей стызе, потому что есть чем помочь. Нет, я не хочу их ни к чему двигать, потому что, во-первых, я не верю в династии. Нет? То есть природа отдыхает на детях? Ну, зачастую да. Только дети в этом не признаются. И более того, родители в этом не признаются. Но всегда почему-то тот человек, который все начинает, намного талантливее, чем его дети. Не будем кривить душой и называть примеры. Вот. Но мне кажется, что моим детям очень тяжело будет меня поскакать. Я не буду... Опять же, повторяю, я хочу до них самого лучшего, но только потому, что мама играет рок-н-ролл. Играть рок-н-ролл моей дочери абсолютно не нужно. Абсолютно. И сыну тоже. Лучше она станет архитектором, а он там, я не знаю, врачом. Про рок-н-ролл. Я брал интервью у лидера группы «Тараканы». Панк-рок группа. И он очень обиделся, когда я спросил. Я говорю, вот ты здоровый мужик моего возраста. Тебе тоже там 40 с лишним лет. Ты продолжаешь в джинсовой кофточке прыгать по сцене и кричать «Панк-тихой!» И как бы люди кричат. Вот как вы считаете, это нормальный вариант? Ну, во-первых, я никогда не говорю плохо о коллегах. И если он... Нет, я про сам образ. Ну да, я понимаю. Но если... Во-первых, непонятно, что у него внутри. Если он себя так чувствует, если это гармонично, значит, в кайф. Было бы странно, если бы он занимался этим всю жизнь, а в 40 лет, потому что ему 40 лет, пошел бы работать в офис. Вот этого я бы точно не поняла. Нафига тогда петь до 40 лет? Иди сразу в офис работать. Или с журналистом. Почему, например, люди, которые меняют свою жизнь кардинально, они всегда вызывают у меня не то чтобы вопросы, а зачастую... Ну, не то чтобы жалость, но я не могу понять, зачем так много лет себе отказывать. Врать тогда получается? Ну, не то чтобы врать, но... Ну, жизнь, она как-то очень быстро проходит, и ее не хватает на много... Если у тебя не одна стыдя, а их несколько, то тебе, конечно, в этом сложно. Лучше бить в одну точку. Стрелять. В яблочко надо. Да. Снайперская история, я понял. Ну, вы-то 25 лет уже. Я-то и хотел спросить, правда? Да, 25 лет. Еще 25 лет впереди, даст Бог. Мне кайфую и сейчас в моем возрасте. Мне 43 года. Говорю об этом совершенно не стесняясь. Женщины скрывают свой возраст? Я нет. Потому что мне очень нравится мой возраст, и мне очень нравится только количество лет, которое я провела на сцене. Ну, 25 лет – это достаточно много для этого стиля музыки. Я пиши свою историю, Собаки лают, а мне здорово. И постоянно пахнет порохом малого. На небе все давно устроено. Один и в поле будет воином. И я пишу свою историю сама. Мне в 20 лет и в 30, мне кажется, что у меня в 20 и в 30 было сознание намного хуже, чем сейчас. В смысле, по пониманию, да? Да, ну, каждому еще свой сезон. Я, может быть, как-то не совсем коррелирую с теми людьми, которым сейчас 43 года, может, они такие взрослые все, но при том, что во мне очень много детства, во мне очень много ответственности на мне висит. Ну, сердце, как там, в моем горле сердце подростка есть. В моем сердце зреют каштаны. Да, конечно. Это про себя? Но это не мешает мне принимать такие решения, которые потом оказываются правильными. А потом на мне висит очень много людей. У меня, конечно, большая мера ответственности за них. Поэтому я так куражусь, конечно, но кое-где я очень жесткая, конечно. Жизнь протестует, набери мое имя в губле, Насчитай километры ладжи, Что еще в этом черном мире тебе про меня расскажут. Ну, пожалуйста, слышишь, пожалуйста, Загласись на последнюю встречу. Я не могу, не могу, не могу больше Без мамочек, без мноек вещи.